Сегодня в центре Новосибирска из концертного зала имени Арнольда Катца эвакуировали десятки человек. Некоторые были ранены, многим требовалась срочная помощь. Учения силовиков прошли на самой крупной культурно-досуговой площадке города. Легенда учений террористы ворвались в здание филармонии во время конференции и захватили всех, кто находился внутри. Кроме того, неподалеку от областной администрации силовики обнаружили начиненную взрывчаткой машину. Таким образом, перед контртеррористической группой стояла двойная задача – схватить преступников и разминировать легковой автомобиль. В учениях совместно отрабатывали действия сотрудники полиции, ФСБ, МЧС, представители ГУФСИН и органов власти. Оперативный штаб принял решение штурмовать здание. В итоге террористов обезвредили, заложники отделались испугом и незначительными травмами. Параллельно шло разминирование. Для проведения операции специалисты использовали робота. Кроме того, была вероятность, что в машине находятся радиоактивные вещества. Их наличие и опасность заражения местности проверила спецбригада. В истории Новосибирской государственной филармонии – это первое столь масштабное учение. Помимо того, что у нас работает много сотрудников, мы ежедневно принимаем порядка тысяч зрителей, приходящих к нам. И, конечно, для нас чрезвычайно важно быть готовыми к любым ситуациям. Но я сторонник того, что лучше, знаете, потренироваться и дай бог, чтобы это никогда не пригодилось, нежели быть когда-то вдруг застегнутым.